Добро пожаловать ребят на 9 этап формулы на гран-при Австрии. Что же, Австрия преподнесла для нас не самые лучшие новости, поскольку в гонке у нас ожидался дождь. Но не по ходу всей гонки, а именно ближе к концу, и причем ближе к концу ожидался именно сильный дождь. Поэтому в 2 сегменте я решил то, что стоит проехать на медиуме, в 3 сегмент пройти, для того, чтобы избежать лишнего пидстопа, чтобы лишний раз не переходить на слики, на тот же софт, и соответственно не тратить лишнее время на пидстопе. В 3 сегменте на первой моей попытке мне помешал Ника Хюркенберг своим выездом замечательным, и поэтому перкруг не особо хорошо задался у меня, но со второй попытки все-таки полпозишн, и мы будем стартовать с первого места, но правда у нас будет медиум, и соответственно на первых метрах дистанции нам будет немножко сложно по отношению к нашим оппонентам, которые будут стартовать в этот момент на софте. Также, кстати, стоит еще вернуться к прогнозу погоды. Так он выглядел, то есть ожидался дождь именно в последнюю треть гонки, но этому прогнозу никогда не стоит доверять, поскольку чаще всего это означает то, что дождь придет где-то в середине гонки, из-за чего я в один момент подумал, что может быть стоило все-таки пройти на софте, поскольку софта как раз бы хватило на почти половину дистанции, потому что износ был очень низким, и медиум мог продержаться очень долго, чуть ли не под 30 кругов спокойно, на харде вообще можно было бы от старта и до финиша проехать, но, жаль, по правилам, к сожалению, так нельзя сделать, ну и плюс у нас дождь, как-никак. Ну и буду надеяться, что Австрия покажется последним этапом с дождем, потому что как-то подряд у нас уже 4 этапа с дождем идут. Ну, во Франции его не было, но он был в практике, по сути. Ладно, стартовая решетка, я на первом месте, на втором Макс Ферстаппен, третий Себастьян Хэттель, четвертый Шалик, пятый Пьер Гасли, шестой Вальд Реботтл, седьмой Льюис Хаммедрин, восьмой Лада Норрис, девятый Александр Албан и десятый Кимми Райкен. Достаточно интересно, Торролсы квалифицировались, Леклер смог квалифицироваться только на четвертом месте, а Албан вообще только на девятом месте, что как-то даже странно для Торролсы, поскольку у них темп должно было хватать, чтобы они могли квалифицироваться спокойно на первых позициях. Ну ладно, квалификация это квалификация, а гонка это гонка. И Гасли, красавица, я очень хорошо срываюсь с места, и тут же начинаю отрываться от Ферстаппена, я ожидал то, что у меня сразу же будет пытаться атаковать, но к первому повороту я подъезжаю в городом одиночестве, и тут же после выхода из первого поворота я начинаю отрываться от позади идущей группы, из-за чего большую часть гонки я провел в городом одиночестве. Но посмотрим, как у нас ситуация менялась в самом пилотоне. Феттель неплохо стартовал, сразу же поравнялся с Максом Ферстаппеном, позади два Мерсеза, также начинают бороться за шестую, к сожалению, позицию, но все-таки за позицию. И в борьбе между двумя Редбуллами побеждает все-таки Макс Ферстаппен, а вот у Мерсеза не все так просто. Ботас и Льюис сражались бок о бок, почти первый сектор, также два Редбула продолжали сражаться, Макс вышел вперед на какое-то время, но потом все-таки Феттель смог его догнать. Небольшой контакт позади у нас произошел, но два Мерсеза до сих пор сражаются, и Льюис все-таки смог вырвать эту позицию у Вальтери, Вальтери пытался поравняться, но, к сожалению, не смог. К концу первого круга Леклер уже начинает потихоньку атаковать два Редбула, которые сражаются в этот момент между собой, но мне инженер сообщает одну очень интересную новость, то что у Леклера проблемы с ДВС. Торороса опять имеют проблемы с ДВС, хотя ДВС у них достаточно износоустойчивый, и я не знаю, как он у них ломается из этапа в этап. По итогу Леклер начинает проигрывать все свои позиции, Гасли его тут же обошел без проблем, и начинает уже преследовать два Редбула, ну и, соответственно, все по накатанной. Потом два Мерсеза начинают его обходить, и, соответственно, Леклер может забыть о борьбе за хорошие очки. Ну ладно, может быть, команда еще отличится на пидстопах, и в стратегии, соответственно, и сможет отыграться во время дождя. Ну и также еще Албан остался у Торороса, но у Албана тоже были проблемы, он тоже не мог так активно прям прорываться вперед. По крайней мере, он это пытался делать, но возникли у него проблемы с Маклареном Ландо Норриса. По итогу он застрял позади, и все, как бы в середине первой десятки он так и катался до самого дождя. Да, в один момент он прошел, но впереди был еще один Макларен. Редбулы продолжали бороться, Феттель был в какой-то момент впереди Ферстаппина, но Ферстаппин возвращает себе позицию. Феттель пытался по внутреннему радиусу контр-атаковать, но у Ферстаппина был лучший выход, но у Себастьяна была возможность открыть заднее антикрыло. По итогу, за счет Слепстрима и ДРСа, Феттель начинает возвращать себе позицию, пытался он поравняться и по внешне обойти Ферстаппина, но по итогу у него это не вышло. Гасли также пытался атаковать Феттеля по внутренней части триктории в четвертом повороте, но по итогу не вышла эта атака, И в шестом повороте также попытка по внутренней части обойти Фетеля, но она не увечалась, к сожалению, успехом и дала еще Ферстаппен возможность оторваться от Фетеля. Но через пару кругов Фетель начал снова прессовать Макса и позади уже два Мерседеса приблизились к этой группе, но в данный момент они решили выжидать, пока кто-то сделает ошибку. Два Редбула в этот момент продолжают бороться, Фетель пытался опередить Макса в третьем повороте, но тот заблокировал передние колеса, из-за чего Фетель пришлось пойти по более широкому радиусу, из-за чего выход также не удался у него и как атака по итогу. У Гасли у нас есть какие-то проблемы, похоже тоже с ДВС, поскольку он начал отставать от обоих Редбулов, из-за чего оба Мерседеса начинают его уже атаковать. К этому моменту у нас уже начинают на трассе случаться тучи и дождь рано или поздно пойдет. Первый Мерседес в виде Юис Хэмпсона без проблем уходит Гасли, тот попытался это контратаковать на второй прямой за счет ДРС, но ничего не вышло, по внешней структуре он, конечно, попытался. И уже в Альтре Ботас был достаточно близок. На четырестом круге уже достаточно сильно пошел дождь, я решил переобуться в промежуток, но мои оппоненты решают сделать лишний тот самый пистоп на медиум. И да, три круга они ехали достаточно спокойно, не напрягаясь, я же в этом место страдал, потому что мой промежуток просто-напросто не работал до заветной таблички об отключении ДРС. Что означало, что гонка перешла в дождевой режим, из-за чего пошли многочисленные пистопы от тех, кто уже заезжал кругами ранее, там, двумя-тремя, и из-за этого я все-таки смог вернуть свою позицию. Потому что если бы тот же Макс, например, не сделал свой пистоп, он, скорее всего, был бы далеко впереди, поскольку я успел потерять на своем промежутке примерно 10 секунд по отношению к нему. Поскольку он все-таки ехал на медиуме свежем, а я же на даже свежем промежутке, я не мог просто никак ехать в том же темпе, что и Макс на медиуме. По итогу, гонка у нас, соответственно, из-за дождя начинает приобретать унылый окрас, поскольку минимум уже идет об гонах. Но все-таки Макс прорывается через Карл Сайенса и Ботаса и потихоньку старается уже догнать меня. Благо, у меня был отрыв от этой троицы в виде 6 секунд, и я себя комфортно чувствовал, плюс этот отрыв потихоньку-потихоньку увеличивался. Гасли, как и Леклер, продолжали страдать от проблемы с ДВСом. По итогу, гасли уже начинают терять позицию по отношению к Албану. У Торроса никак не складывается данный этап. В середине топ-10 застрял у них самый лучший болид, по сути. Ну, а у нас в Феррари как-то тоже. У Гасли опять все не складывается, его начинают все обходить, и он начинает откатываться все дальше и дальше к концу первой десятки. Что очень плохо для нас, поскольку нам нужно как можно больше сейчас набирать очков в кубке конструкторов, поскольку все очки в основном за счет меня. У меня примерно 200 очков, а у Гасли всего лишь 30. На 27 кругу я делаю последний свой пистоп, перехожу на, опять же, промежуток, хотя в этот момент можно было перейти на дождевую резину. И на самом деле это была ошибка, надо было все-таки переходить на дождевую резину, и я начинал потихоньку терять по отношению к Ботасу. Ботас и Сайенс это единственные гонщики, которые сделали сразу пистоп на дождевую резину. Поскольку все остальные сделали, как и я, пистоп на промежуток, и потом уже пошли делать снова пистоп на дождевую резину. Ботас меня начинал уже потихоньку догонять, но меня успокоило то, что к концу гонки за там 2-3 круга дождь начинал стихать, уже шел легкий дождь, из-за чего траектория начинала снова прорисовываться, и я спокойно начинал отрываться от Ботаса. По итогу почти уверенная победа в Австрии, да, были проблемы с шинами на первых трех кругах, когда я сделал первый пистоп на промежутке, также были проблемы с шинами, когда у нас все-таки был сильный дождь, и надо было переходить на дождевую резину. Это мне могло стоить первой позиции, поскольку Ботас очень сильно меня догонял после своего пистопа, по полторы секунды он снимал с круга. Но мне опять же повезло то, что дождь уже стихал. Если бы он шел до конца гонки сильным, траектория так как была у нас очень мокрая, я бы никак бы не мог нормально ехать, и скорее всего я бы откатился даже может до третьей позиции, поскольку Сайенс был недалеко от Ботаса, и у него также была дождевая резина. Я кстати единственный вроде кто закончил на промежутке, все остальные были поголовно на дождевой. Подиум у нас первый я, второй Ботас и третий Сайенс, второй подиум уже для Макларена подряд, и опять же при таких непростых обстоятельствах, поскольку во Франции у нас была машина безопасности, а тут уже дождь, и правильная стратегия в Макларене. Также и в Мерседесе у Ботаса была тоже правильная стратегия. Юиса почему-то переодели на промежуток, как и Норриса в Макларене, но это уже выбор самих команд. Девятое место занял Гасли, к сожалению, 2 очка он всего лишь зарабатывает в копилку нашу, но благо Торророса очень тоже плохо проехали. Леклер 6, Албан 10, и при этом еще Леклер за счет того, что не делал лишний 4 пистоп, смог отыграть эти позиции. Если бы он сделал также лишний пистоп, он бы откатился во вторую десятку, и соответственно у Торророса вообще там было 1 очко на весь этап. И это, ну как бы в кубке конструкторов было бы очень и очень плохо, поскольку Рэдбул догоняют Торророса в данный момент. Ну и у Торророса как-то вот все идет через одно место, но надеемся, что в будущем все-таки они смогут составить хоть какую-то хорошую конкуренцию. В данный момент у Торророса даже плохой шасси, они потихоньку вроде начали его улучшать, двигатель они уже улучшили неплохо, уже в середине пилотона по двигателю, но работа у них еще не початый край. Я же заказываю последний модификацию на последние, так сказать, деньги, решаю все-таки доделать двигатель, поскольку у нас были проблемы с топливом во время этапа, оно очень быстро кончалось. В Лекобритании мы ожидаем очень большой пак обновлений, и самое главное, чтобы они все приехали. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи вам.